Готовим удивительно вкусный яблочный десерт, когда обычная шарлотка надоела. Нам понадобится 2-3 яблока. Если яблоки среднего размера, как у меня, берите штучки 3. Для этого рецепта я выбираю кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью. Яблоки очищаем от семян и от шкурки. И выкладываем в глубокую тарелку. Теперь нам понадобится половинка лимона. Выдавливаем сок половинки лимона на яблоки, чтобы они не потемнели. И стали еще вкуснее. А теперь займемся тестом. В глубокую емкость выкладываем 2 желтка и высыпаем сахар. Хорошо при помощи миксера или венчика взбиваем желтки с сахаром до светлой массы, которая должна заметно увеличиться в объеме. Вливаем в смесь молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. И снова хорошо размешиваем до однородности. Используйте вкусное качественное сливочное масло жирностью не менее 82%. Теперь высыпаем заранее просеянную муку. Добавляем щепотку соли и разрыхлитель. Еще по вкусу я добавляю немного ванильного сахара. Хорошо перемешиваем тесто до гладкого однородного состояния. Это тесто можно замешивать и обычным венчиком. Но миксером, конечно, быстрее и удобнее. Вот такое вот тесто должно в итоге получиться. Оно довольно-таки жидкое, но при этом держит форму и, самое главное, без комочков. Выкладываем тесто в форму, в которой будем выпекать пирог. Равномерно распределяем тесто при помощи лопатки. И теперь самое интересное. В тесто выкладываем дольки яблок вертикально. Утапливаем их немного в тесто. Делаем все это в произвольном порядке. Но чем больше яблок у вас пойдет в пирог, тем получится вкуснее. Сверху поливаем оставшимся растопленным сливочным маслом. И затем нужно немного посыпать пирог сахаром, чтобы образовалась вкусная карамельная корочка. Ставим пирог в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут. Готовый румяный пирог немного остужаем и подаем к столу. У нас получился итальянский яблочный пирог. Простое решение десерта к чаю. Очень воздушный, приятный на вкус кекс, легкий в приготовлении. В этот рецепт влюбляешься сразу. Никакой возни и выпечки в духовке. А в итоге вкуснейший десерт за 10 минут. Для начала нам нужно подготовить яблоки. Возьмем всего 2 штучки среднего размера. Благодаря яблокам десерт будет очень сочным и нежным. Очищенные яблоки нарезаю на вот такие вот сегменты. Можно порезать как вам больше нравится. Если хотите сделать десерт еще нежнее, можно порезать кусочками. Самое сложное мы уже сделали. Теперь яйцо. Разбиваем его в емкость. Добавляем соль, ванильный сахар для аромата и обычный сахар 80-90 грамм. Теперь берем миксер и будем взбивать до белой устойчивой массы. Буквально пару минут. Все зависит от вашего миксера и яиц. Можно взбить и обычным венчиком. Тоже будет хорошо. Здесь главное, чтобы масса стала максимально легкой и воздушной. Тогда десерт будет просто сказочным. Вот что в итоге должно получиться. Теперь тоненькой струйкой, не переставая взбивать, вводим кефир. Я беру 2,5% жирности. Хорошо взбиваем и добавляем растительное масло. Желательно без выраженного запаха. Теперь мука. У меня самая обычная, но можно взять цельнозерновую. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и хорошо перемешиваем ложкой. Можно добавить обычную соду, пол ложечки. По чуть-чуть будем теперь вводить муку в яичную смесь. Добавили пару ложек и взбиваем миксером или венчиком. Кому как удобнее. И так по чуть-чуть вводим всю муку. Такой способ хорош тем, что тесто в результате будет очень воздушным, пористым и абсолютно без комочков. То, что нам и нужно. Вот такое вот тесто у вас в итоге должно получиться. Как очень густая сметана. Если провести ложкой, должен остаться заметный след. Ставим теперь сковородку на огонь. Немного дно смажем растительным маслом и выкладываем половину теста. Лучше всего это делать ложкой. Сразу равномерно разравнивайте по всей поверхности и добавьте при необходимости еще. Теперь сверху на тесто выкладываем порезанные яблоки. Разложить их можно по-разному, как вам больше нравится. Чтобы яблоки не потемнели, пока вы будете готовить тесто, сбрызните их небольшим количеством лимонного сока. Когда вся поверхность заполнена яблоками, выкладываем вторую часть теста. Аккуратно и равномерно по всей поверхности, чтобы полностью закрыть яблоки. Там, где нужно, поправляем ложкой и добавляем еще нужное количество теста. Вот теперь все готово. Делаем маленький огонь и накрываем крышкой. Будем готовить минут 20. После этого поднимаем крышку и проверяем. Вверх должен быть совершенно не влажным. Аккуратно лопаткой переворачиваем на другую сторону. Удобнее всего это делать с помощью тарелки. Поправляем край пирога, накрываем крышкой и готовим еще минут 10 до румяной корочки. Убираем с огня и перекладываем на тарелку для подачи. Вкуснейший пирог с яблоками готов и абсолютно без духовки. Сверху можно украсить сахарной пудрой, дав ему немного остыть. Хотя с таким ароматом это будет сделать трудно. Разрезаем на порционные кусочки и можно звать всех к столу. Мягенький, вкусный и пышный. Такой пирог получается ничуть не хуже, чем в духовке или в ультиварке. И готовится очень просто и быстро. Вместо яблок можно, кстати, добавить груши или бананы. Будет тоже очень-очень вкусно. Вкуснейший простой десерт. Если у вас есть 3 яблока, 3 яйца и немного сахара, скорее готовьте эту вкуснятину. Начнем с яблок. Выбирайте желательно сочные зеленые яблоки, кисло-сладкие на вкус. Именно такие яблочки идеально подходят для этого рецепта. Яблоки очищаем от кожицы. Разрезаем на четвертинки. И теперь каждую очищаем от косточек. Теперь нам нужно будет нарезать яблоки довольно-таки мелко. Для этого каждую четвертинку я нарезаю на вот такие вот тонкие дольки. Затем разрезаю еще на несколько частей. И уже теперь буду нарезать мелко-мелко. Это довольно трудоемкий процесс, но для этого рецепта яблоки нужно нарезать именно так. Тогда вкус и текстура готового блюда получится просто идеальной. Нарезанные яблоки выкладываем в глубокую емкость. Теперь добавляем сюда сок половины лимона. Я обязательно использую ситечко, чтобы в яблоки не попали косточки лимона. Хорошенько все перемешиваем. Сок лимона добавит приятный кисловатый вкус и сохранит светлый цвет яблок и не даст им потемнеть. Подготовим теперь сухие ингредиенты. Нам понадобится мука. Я ее уже заранее просеяла. Добавляем сюда немного разрыхлителя для теста и чайную ложку соды. Добавляем соль. Теперь орешки. Я люблю использовать грецкие, но конечно можно использовать любые на ваш вкус. Нам понадобится грамм 150. Еще нужно хорошо их измельчить. Сделать это можно любым удобным способом. Быстрее и удобнее всего с помощью блендера. Вжик и все готово. Но конечно же можно измельчить еще и обычным ножом. Вот такая вот ореховая крошка должна получиться. Высыпаем ее в емкость с мукой и хорошенько все перемешиваем. Чтобы все сухие ингредиенты смешались между собой. Подготовим яйца. Как я и говорила, всего понадобится 3 яйца. Нам нужно разделить их на белки и желтки. Если у вас вдруг откололся кусочек скорлупы, то удобнее всего его достать при помощи половинки скорлупы. Обратите внимание, что яйца должны быть комнатной температуры. Итак, мы разделили белки и желтки. И теперь желтки отправляем в емкость с яблоками. Высыпаем туда же сахар. Немного ванильного сахара. И хорошенько все перемешиваем. Белки выливаем в глубокую сухую емкость. Добавляем щепотку соли. И хорошо взбиваем при помощи миксера. Взбивать нужно 3-5 минут до появления устойчивых пиков. Теперь будем соединять все ингредиенты в большой глубокой емкости. Перекладываем яблочно-яичную смесь. Теперь высыпаем все сухие ингредиенты. И хорошо все перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились. А теперь небольшими порциями добавляем белки. И аккуратно лопаткой вмешиваем их в тесто. Не торопитесь. На этом этапе очень важно аккуратно добавлять белковую массу таким образом, чтобы она не осела. Вот такое вот тесто у меня получилось. Теперь подготовим форму. У меня форма разъемная диаметром 20 см. Дно формы я застилаю пергаментной бумагой. Ножницами срезаю лишнюю бумагу по всей окружности. Дно и бока формы можно смазать сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму и равномерно его распределяем. У нас практически все готово. Осталось разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 40-45 минут. Готовый пирог можно немного остудить. И теперь вынимать его из формы. Обратите внимание, что проверить готовность пирога нужно при помощи деревянной шпажки. Она должна быть полностью сухой. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой и подавать к семейному чайпитю. Посмотрите, какой волшебный пирог получился внутри. Кусочки яблок, ореховый вкус и нежнейшее слегка влажное тесто. Это идеальный десерт. Очень рекомендую приготовить. И уже жду ваши отзывы в комментариях. Ну и конечно же фото в инстаграм. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.